Продолжаю видео с коллекцией интересных фактов и новостей. Друзья, я хотел бы напомнить, что вы можете поддержать наш канал в это непростое время, подписавшись на наш патреон или используя кнопку спонсировать и получить дополнительные бонусы от меня. Более подробно будет написано в описании. Заранее спасибо. Новая партия беспилотников Bayraktar TB2 приступила к уничтожению российских танков. Но вот подоспела новость. В Турции создали новый Bayraktar с украинским двигателем. Об этом компания Baykar Makina сообщила в твиттер. Беспилотник называется Bayraktar Kazelelma, в переводе «красное яблоко». Новый беспилотник имеет двигатели украинского производства. На экране вы видите их название. Беспилотник может развивать скорость до 800 км в час. Его грузоподъемность будет составлять 1500 кг. В ноябре 2021 года турецкая компания заказала у нашего государственного предприятия «Ивченко Прогресс» реактивные двигатели для своих беспилотников. Прототип совершит свой первый полет не ранее 2023 года. А пока Украина получает новые поставки турецкого Bayraktar TB2. Это беспилотный летательный аппарат, разработанный, производится с 2014 года. Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о переговорах с президентом Турции Джипом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи. Он сказал, что Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии, из которой россияне расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на дальнем расстоянии. А Турция доставит еще партию Bayraktar в Украину, а также мощные колесные тягачи с платформами, на которых будут грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будут развозиться на нужные места для размещения. Окупанты из России должны знать, что их тут не ждут и будут встречать всем имеющимся вооружением. Доброго вечера, мы из Украины.